а денек сегодня офигенский который день у нас уже прям вот лето летнее хоть и дождик был но все равно и ветра практически нету и солнце прям жарит прям по-летнему вот смотрите пару дней и снег практически весь уже подобрался скоро сморчки строчки и так далее вот смотрите какой тут половодье овраг и вон прям реки текут даже не ручейки а там вот уже прям но не пруд а болото так что вот кто если собирается участок покупать имейте ввиду обязательно смотрите вот все окрестности и сам ландшафт потому что если овраг значит однозначно весной будет ручей если например вот предположим да вот там где-то вдали там сейчас сухо потом предположим здесь бах и снт зафигачили вот этот вот овраг засыпали значит вся вода останется там и часто нормальная земля а если засыпать там будет болото вот если вы там участок купите то через там 5 10 50 лет то можно ждать такого привета поэтому надо всегда очень аккуратно и у местных поспрашать обязательно что вообще за место такое и обязательно вокруг прям пройти на несколько но хотя бы там на километр-полтора и посмотреть вообще что в округе потому что в общем то ну для ландшафта но вполне себе но если например вон там он засыпят то здесь будет болото до конца лета однозначно вода будет очень долго уходить поэтому если но готовы как бы к такому значит можно не думать а если не готовы то надо обязательно все вот эти нюансы перед покупкой просматривать и обдумывать ну а мы продолжаем в общем то вчера до зафигачил вот эту перегородку начал фанеру потихоньку шить ну потому что здесь вот ну буду делать расскажу то есть у нас как бы два варианта стыка перегородки с внешней стеной то есть мы можем сначала воткнуть перегородку потом к ней подойти фанерой а можем наоборот сначала пройти фанерой а потом к ней воткнуть перегородку оба варианта живучие где как удобно там и так и делаем у нас вот как раз и получается вот эти две они к фанере а вот та она фанера будет уже к перегородке потому что здесь у нас идет вода и соответственно проще мне было сначала поставить перегородку сделать воду а потом закрыть фанерой чем если бы например я сделал воду хвостик бы вывел потом бы пришел фанеру и потом бы только ставил перегородку покуда я вот до сюда бы дошел у меня вот этот узел был бы не сделан и и поэтому в общем то ну я смотрю как вот удобнее так и делаю и то и то она в общем то по барабану одинаково здесь чтоб фанеру пришить две подкладочки на нее потом фанеру а там естественно она просто прямо на внешний каркас и подкладочку же не надо то есть мы вагонку которую будем шить на стены мы будем шить прямо к фанере и там уже пофигу попадем мы в доску не попадем девятая фанера гвоздь за нее вполне себе вагонку будет держать очень хорошо ну а мы сегодня доделали воду соответственно такая вот у нас вода получилась водопровод прям целый но в общем то казалось бы да хрен да ни хрена а в общем то ну вот сегодня целый день и до этого у меня дофига чего было готово смысл такой вывести воду туда куда нам нужно и обеспечить слив воды из всех контуров так чтобы это потом людям было удобно и комфортно этим пользоваться соответственно если холодную воду сливать там вообще делать нефига ну вот по мне по крайней мере то есть сделал уклоны от потребителей ко входу потом когда тебе надо воду слить там в кессоне кран открыл здесь все смесители открыл воздух туда прошел вода вся ушла то есть холодную воду слить это вообще не не проблема главное соблюсти уклоны потому что но я вот много сталкиваюсь с заказчиками которые как бы вот для них слив воды это какая-то катастрофа то есть либо там с тазиками полдня где-то бегать либо надо половину системы разобрать ну так конечно делать нельзя это но не знаю кто так делает из монтажников но это в общем то не хорошее отношение к людям поэтому естественно так никогда не делаем и у нас встает вторая проблема это слить горячую воду потому что горячая вода она сливается два варианта есть первый это в канализацию оптимальный вариант в общем то в каких-то случаях и второй вариант это опять же в холодную воду вот этот вариант он лучше чем то что мы сливаем воду назад в скважину и тем самым мы не переполняем септик потому что ну самих контуров то в общем то там воды и хрен да ни хрена а вот с бойлера если он там литров 80 100 то для какого-то септика это может быть прям караул как критично поэтому где есть возможность обязательно делаем слив в холодную воду но с бойлера в общем то так как там слив идет через вот этот вот пожарный клапан то воткнуть его в холодную воду но это надо городить отдельный кран отдельный там ниппель и чтобы вот он туда вот как-то уходил но в общем то можно конечно делать и так но можно сделать и просто в канализацию но потому что как бы куда деваться то обычно в общем то если люди как бы сливают всю воду то это говорит о том что они в общем то уезжают и дом морозят потому что для чего нужен слив воды для того чтобы она в трубах и везде не замерзла соответственно перед отъездом это надо слить а раз ты уезжаешь то в общем то ну там наполнится септик побольше немножко но это тоже в общем то но не так уж и критично и соответственно в общем то самые простые ну на мой взгляд системы слива то есть вот здесь вот у нас идет выход холодной воды он идет на кран и мы в него втыкаем слив горячей воды то есть у нас пришла горячая вода она пришла на кран и дальше мы вот так вот закольцовываем через кран в холодную соответственно когда надо слить просто вот этот кран открыли и у вас весь горячий контур слился в холодной а холодный соответственно тоже в холодной там вот тоже самое но там почему она вот стороне потому что здесь будет ванна смеситель будет над ванной и вот городить там где-то краны или вот там чтобы потом под ванну лазить но она неудобно поэтому сделал их вот в стороне так как ванна до стены не дойдет там будет какая-то не знаю полка тумба это уже как бы не наше дело но по крайней мере там есть место и поэтому 2 крана ставим там один кран это слив горячей воды и второй кран это подать холодной потому что там у нас своя подача вот там своя подачи здесь своя подача здесь своя подача и он там своя подачи то есть у нас четыре входа и соответственно горячую воду сливы делаем так чтобы был самый короткий путь и самое удобное место где можно поставить кран, вот там за ванной вполне себе, здесь у нас будет такая чугунная тумбочка поэтому подачу вывели ну вот сюда, там вроде как должно быть какое-то место вот именно для вот этих целей и для слива и для потом подключения к гибкой подводке а сливной кран у нас внизу он будет под тумбочкой там ну судя по схеме 30 сантиметров вполне себе кран у нас туда встал и соответственно здесь потом зашьем вот нижний кран придется обходить с пыхтением с очень большим, а верхние краны очень просто, то есть вот эти вот металлические краны откручу и у меня останется просто вот эти вот муфты, под них отверстия внешнюю обшивку поставили и потом кран закрутили именно вот так как он есть эти краны сначала закручиваю а потом муфту напаиваю именно для того, чтобы у нас крантик смотрел туда куда нам нужно а если сначала муфту напаять а потом кран закрутить то он как всегда будет смотреть ну не туда куда хотелось бы а так в общем-то вот закрутили, напаяли теперь подпишем, что этот кран именно отсюда открутим и уже после чистового монтажа его назад закрутим все вполне себе шикарное решение там конечно тоже попыхтеть придется там где у нас отверстия обязательно их затыкаем потому что пыль, грязь туда набьется потом забьет она все смесители поэтому я просто вот беру вот вспененную утеплитель вот этот чулок, кусочек отрезаю там и сложил его и прям бух и как заглушка она туда встала здесь заглушки поставлю тогда когда краны уже сниму и соответственно здесь вот такой вот у нас узел то есть у нас вот идет вход холодной воды он пошел на через вот этот кран ну входящий кран обязательно то есть на все входы у нас свои как бы краны здесь вот крана отдельного нету почему? потому что он у нас идет прямая подача на гибкую подводку и вот этого крана достаточно то есть мы его закрыли у нас весь этот холодный контур перекрыт там свой кран потому что там на смесителе крана нету ну перед тут гибкой подводки не будет и поэтому здесь крана нету поэтому там ставим на подачу свой кран здесь соответственно тоже у нас пришла вода мы поставили входящий кран дальше тройник отвод на кранке который через гибкую подводку даст воду на бачок и потом мы ушли внутрь то есть вот эта холодная вода у нас пришла вот сюда вот это у нас тут будет душ для письки соответственно вот она пришла и дальше она у нас пошла вот там на холодную соответственно контур мы закончили и в него врезались то же самое сделали слив горячей воды вот горячая вода у нас с бойлера пошла на вот этот душик пошла на кухонную зону и потом она пошла вверх вот так вот сюда опустилась пришла вот на этот смеситель и дальше пришла вот на этот смеситель первоначально в общем-то думал кинуть вот так вот по потолку но потом когда уже на месте померил то понял что ну вот так гораздо короче соответственно делаем всегда как короче во-первых экономия материалов во-вторых чем короче трасса тем меньше в ней воды и когда вы кран открыли гораздо быстрее вам придет вода той температуры которую вы ожидаете потому что в трубе вода холодная чуть поднагреется горячая чуть подостынет и соответственно вы кран открыли у вас вместо холодной или вместо горячей льется какая-то тепленькая которая в общем-то вам не хотелось бы поэтому чем короче трасса тем лучше и соответственно здесь тоже у нас сливной кран то есть у нас закольцовка идет на вот у нас вот там вот сзади пришла горячая вода пришла сюда и потом закольцовка на холодную для слива а здесь вот тоже в общем-то такое же решение вот как вот там практически то есть у нас снизу пришла холодная вода она пошла на гибкую подводку тут свой крантик и дальше идет вот пришла горячая с бойлера и здесь идет закольцовка на холодную именно для слива в общем-то вполне себе стандартное решение подтягиваю вот так вот монтажные ленты перфорированные чтобы жестко у нас стояло потому что потом когда будет внешняя обшивка отделка если они будут болтаться ну оно будет и работать неудобно и с разметкой можно промахнуться поэтому в общем-то так а на бойлер у нас вот сделал такие два выхода соответственно я на бойлер делаю кран тока на подачу вот так вот у нас станет крантик опять же уже после чистовой отделки потому что просто под трубу отверстие вырезать гораздо проще чем вот здесь будет такая хлопуда это на горячую воду сразу муфта с накидной гайкой потому что какой бойлер мы знаем висит он довольно-таки низко и поэтому здесь городить гибкую подводку в общем-то смысла нету а на горячую воду вот просто у нас выйдет вот так вот вот с таким вот углом потому что здесь вот у нас вот будет труба из бойлера и соответственно чтобы вот эту вот несущую стойку не сверлить не ослаблять ее то немножко просто выйдем в сторону но в общем-то под бойлером оно будет практически не видно плюс здесь встанет горшок с бачком это тоже в общем-то все закроется и соответственно этот узел у нас тоже готов но две пайки сделаем уже потом после чистовой отделки и соответственно тоже обязательно все хвостики затыкаем чтобы туда ничего не насыпалось ну и дальше где было возможно сразу натянул чулок где невозможно потому что мешает пайке или монтажу там уже будем делать потом то есть в общем-то весь водопровод у нас готов осталось его только утеплить утепляем обязательно потому что во-первых это сохранение температуры от источника до потребителя и холодный и горячий и во-вторых самое главное самое опасное это конденсат потому что летом в жару на холодной воде из скважины даже полипропилен он все равно ну слегонца но плачет и соответственно деревянный конструктив вот тебе привет плесень а так как это все в прямом контакте практически плюс в закрытых зонах соответственно это будет накапливаться и дальше гнить гнить ну и конструктив рушить и в общем-то плесневелые вот эти споры грибок это отрава то есть люди им потом дышать будут поэтому обязательно утепляем обычный чулок там где ну надеть сразу не получается там режу вдоль потом либо изолентой либо вот такими пластиковыми стяжками хмутами вполне себе тоже они держат что изолента что стяжки в общем-то без разницы где удобнее стяжкой потому что изолентой не везде подлезешь сам моток вот туда вот его не протянешь поэтому там стяжкой а вот просто по какой-то вот прямой там естественно проще гораздо изолентой она и пошире и вот так вот ее промотал получается она полностью всю длину стянула а стяжек тогда надо сюда будет там сотню ставить они дорогие поэтому изолента конечно дешевле изолента обычная не синяя не электрическая лучше серенькую прям под цвет вот утеплителя и вполне себе красивенько получается даже какие-то если элементы будут на виду ну и в общем-то особо конечно ничего сложного но очень долго почему потому что ну сами видите сколько пайки плюс подрезка плюс разметка и очень часто получается так что вот когда смету делаю материалы естественно считаю а потом по ходу дела когда уже начинаю монтаж становится понятно что какие-то узлы надо менять потому что паяльник он довольно-таки широкий то есть вот чтобы например спаять стык там трубы и какого-то уголка надо тут сантиметров шесть чтобы был зазор а это не всегда возможно потому что например вот там вот где-то в углу там паяльником не подлезешь и всегда приходится по ходу дела уже как бы ну на коленках решать что сначала паяем это или это или это чтобы потом это все соединить и нормально качественно спаять потому что ну там где паяльником не подлезешь понятно что там и не спаяешь поэтому как бы тоже вот такие переделки они по ходу дела идут ну и в общем-то вот смотрите вот казалось бы да что тут хрен да ни хрена а сколько материала на это все ушло вот если посчитать сколько тут уголков тройников ну кранов немного но и вот соединилок тоже немного то есть соединилок тут у меня всего что-то ну меньше пяти по-моему а то и а то и меньше даже потому что в общем-то везде практически идут куски целиковых труб то есть длинную трубу взял отрезал как тебе надо а из остатка уже кроши вот эти вот все которые надо мелочевку соединять чтобы не от целиковой а длинной начинать мелочевку крошить потому что кусок потом останется и он никуда не пойдет придется ставить соединитель лишние соединения оно тоже ну нафиг оно нужно вот там соединение и вот там соединение и вот здесь соединение они вынуждены потому что иначе вот целиком вот эту трубу я туда не засуну а вот там угол я просто не спаяю поэтому и вот там еще одно соединение поэтому сначала спаял вот такую небольшую букву Г потом ее вот так вот оттуда вот сюда засунул и только потом уже вот этот кусок трубы напаял и вот здесь вот тоже самое такая как буква Г и две соединительных муфты потому что иначе ну туда просто не влезешь и в общем-то приходится вот ну по ходу дела как бы в процессе работы уже и решать как лучше такой кусок такой кусок здесь так сделать или так сделать поэтому то количество материалов которое изначально было рассчитано оно в общем-то всегда условное а по ходу дела оно уже естественно корректируется но тоже брать с запасом оно ну а куда потом люди денут выкинут или будет сарай где-то валяться там сто лет тоже нафига это надо и вот здесь вот этот кусок вообще переделывал потому что изначально он был практически вот такой то есть он был небольшой выходил вот так и стоял вот так потому что ну поначалу не было известно что сюда приедет такая прям козырная тумбочка а у нее свои как бы требования то есть вот это надо чтобы было близко на определенной высоте и кран за нее однозначно не встает поэтому пришлось кран опускать ниже эти поднимать выше их сводить и в общем-то тоже вот вся она переделка в предыдущих видео которые по именно водопроводу очень много рассказывал уголки вот эти вот они многоразовые соответственно у меня вот сверлышко бывшее перо хвостик срезанный немножко сняты грани и они завалены под углом так чтобы можно было сверлить внутрь трубы и соответственно все вот эти вот там что сделали а потом понятно что надо переделывать отрезал рассверлил кусок трубы новый впаял и все оно готово то есть их по много-много раз можно использовать они вполне себе ремонтопригодные вон стружка если кто видит сформированных труб вот красненькое с беленьким поэтому а иначе пришлось бы вот это все выкинуть кто-то говорит там да уголки стоят копейки ну вот смотрите вот этот узел и сколько здесь и муфт и тройников и кранов и всего всего и ну это довольно-таки приличная сумма уже получается потому что конечно производители про это не рассказывают потому что это их основной заработок на трубах они зарабатывают копейки самое главное маржа их это все вот эти фитинги поэтому естественно им выгоднее продавать как можно больше и как можно чаще но это азы как бы торговли поэтому естественно они никогда не скажут что так делать можно но так делать можно потому что это не противоречит ни нормативам ни физике ни здравому смыслу ну и в итоге вот такой вот у нас санузел с кухонной зоной в общем-то получился то есть водопровод мы закончили как-то так как-то Продолжение следует...